Решись, это твоя возможность. Для каждого своя карта с кредитной линией до полутора тысяч евро. Для ярких будней. SavoCard.LV Микс Ньюс Пусть в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим. О делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Итак, как мы уже говорили, у нас в студии журналист Янис Домбрус. Давайте назовем сразу телефоны прямого. Эфира 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Янис Домбрус, знаменитейший журналист. Автор культовых, не побоюсь сказать. Спасибо. Дерекаритач на Латвийской телевидении. Хочу вас спросить вас коротко. Вот я как раз думал об этом. Российскому историку-писателю Карамзину приписывается такая фраза. «Разбуди меня через 100 лет, спроси, что делается в России, я отвечу одним словом – воруют». А можно сказать одним словом? Что происходит в Латвии? Ну, так замахнуться, чтобы одним словом нельзя. Нельзя, но несколькими словами, я думаю, что относительно инерции, относительно даже стагнации, я думаю, и тот риск, который я говорил полтора года назад в этой же студии, ну, какие-то риски провинциализма. То есть, Латвия, в принципе, она не стремится, не предпринимает никаких таких усилий для того, чтобы, вот если мы говорим о европейских каких-то ценностях, чтобы соответствовать им, да? У нас мы, скорее всего, как-то… Питается, питается, но мое сравнение с железнодорожным составом. Ну, то есть, ты есть в этом составе 28 вагонов, и, в принципе, конечно, ты двигаешься, нельзя сказать, что Европа никуда не двигается, но это было бы слишком, да? Но то, что мы двигаемся там, ну, от 24 до 26 места, ну, относительно в каких-то, ну, в каких-то, может быть, позициях, там, 20 или 15, но этого прорыва, ну, как бы, о котором многие говорят, или многие говорят уже много лет, да, вот этого прорыва нет, я про это. А, конечно, а вот в 2004 году, когда нам обещали, что мы, наш голос будет решающим, там, сидеть в Европе, нам обещали, там, европейские пенсии, зарплаты… Кто вам? Кто вам? Именно вам! Гребши, в частности, там, другие… Ну, ладно, Гребши, как можно не обещать, не знаю. Вот они, как бы, заблуждались, или они в это верили, или они, как бы, вот, как бы, знали и на самом деле обманывали? Ну, я, знаете, я, 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 ну, конечно, на память всегда нужно жаловаться, но не жалуюсь. Госпожа Вайдера поехала в Кулдогу тогда и говорила пенсионерам кулдогским, где вы видели бедных европейских пенсионеров? Понимаете, вот они все путешествовали. Ну, конечно, они там не видели. Вот и вы так будете, говорила она. Нет, ну, во-первых, решающий или там очень влиятельный голос, я думаю, что это, конечно, утопия, нет решающего голоса ни у Бельгии, ни у Нидерланда. Игорь Жилаш, наш голос будет за столом среди голосов Европы, там слышен лучше, так вот говорили. Нет, ну, за столом-то мы, мы сидим. Это нельзя отрицать, отрицать. Но я думаю, что вот вопрос именно в том, ну, есть ли что сказать за этим столом. Я думаю, что это начинается внутри. Это начинается внутри. Я, конечно, сторонник и того мнения, что Айгор Штокенбергс, по-моему, несколько дней назад в Латвии Сави за это сказал, что вот где это общество, которое, ну, как бы задает новые вопросы и дает давление на власть. Но я думаю, что за столом сидим. Вопрос, что мы хотим сказать, есть ли у нас что сказать. Ну, скажем, я вот вчера, ну, ладно, было много в Сибитии, был Трамп, и за Трампом все уже, ну, все позабыли. Но все-таки, ну, ладно. Наш премьер встречается с человеком, который, ну, новопоставленным чиновником или политиком, я не знаю, как назвать точнее, который со стороны Европы будет с Великобританией решать вопросы, как она будет выходить из состава. Ну, может быть, где-то я найду еще, но я вчера вот хотел себе ответить на вопрос, до этой встречи или после этой встречи? Вот какая позиция у нас? Что мы хотим? Вот именно вот мы, Латвия, что мы именно? Потому что наши люди и русские, и латыши там, в Великобритании сейчас под большим вопросом, как жить дальше. Как завести в отчет. Да, да, и как свою жизнь планировать? Я как-то не нашел. Ну, посидели, извиняюсь, поговорили и, да, ну, вот позиции не чувствовал. В отношении пенсионеров, богатых, бедных, я думаю, что есть. Есть, реально говоря, есть бедные и в Восточной Европе, и в Южной Европе, я думаю, что. В Северной, я думаю, что нет, но в Южной Европе, ну, то, что я лично осмотрелся в Италии, ну, есть и бедные пенсионеры. Но вопрос не в бедных пенсионерах относительно 2004 года. Я думаю, что вопрос, и думаю, что он сейчас очень-очень встает. Ну, ладно, на дни грабли наступили с 2004 по 2009, ну, по 2008 и 2009 года до кризиса. Ну, ладно, что было-было. Такой ситуации один на один больше не будет. Но сейчас, вот прошло 8 лет, и, в принципе, мы видим, что вот, ну, экономический, ну, цикл, какой он кривой бы был, бы не был, но он идет сейчас вверх. Ну, это объективно происходит. И, наверное, будет происходить 3-4 года, ну, как минимум, если не случится что-то такое. Вот где этот наш прорыв? Где мы, ну, другие? Ну, это не только пришел Андрес, вызывался и говорил, вот сейчас будем говорить Магнифисент Латвия. Ну, там еще что-то скажем. Это мало. Вот, ну, я так понимаю эту, ну, не то, что стагнации, чтобы стоять на месте, но то, что мы не бежим на десятые секунды быстрее, чем другие, а мы должны. А может быть, все-таки дело в нашем обществе, оно достаточно индифферентное такое, да? Тут и менталитет, тут и какие-то исторические, ну, скажем, навыки, больше прислушиваться к тому, кто сильнее, там, что-то еще, да, и занимать какую-то позицию. Вот, слава богу, что у нас спокойно, да, вот, без каких-то инициатив. И потом, согласитесь, ведь все очень большая часть людей активных, потенциально активных, да, их уже сегодня с нами нет. Может быть, это, что наше общество оскудевает, если можно так сказать, какими-то личностями, какими-то лидерами, которые способны повести за собой. Совершенно согласен. Конечно, вопрос в обществе. Общество – это и элита, и неэлита, и группы разные. Но это то, что мы видим. Мы видим, что, ну, скажем, прошлый год, ну, нет новых личностей на публичном поле. Ну, таких, ну, вот я там присматривался, там, вот, студенты организовались, да, ну, вот на один, на одно мероприятие, на один выход публичный, да, это красиво, но так, чтобы вот, ну, систематично, я думаю, что, ну, да, мало. Потому что, конечно, все общество никогда не будет активным, нигде. Ну, это просто не происходит. Нет, ну, это понятно, да, но все-таки всегда бывает какая-то часть людей, которые, ну, вот, как бы заражают других, да, ведут за собой, говорят, давайте это попробуем, давайте это, да. Совершенно согласен, совершенно согласен. Нет в бизнесе, ну, это тоже вариант. Вот мы услышали, услышали, например, ну, наиболее громко Герчикова, когда у него проблемы возникли. Да, да. Ну, извини, дорогой, но где ты был раньше, да? Так, давайте звоночки попринимаем. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Я хотел бы спросить у уважаемого ведущего, что он думает, почему так ведет себя, ну, можно сказать, позорно, латышская интеллигенция, вот как будто в таком болоте маленьком, бурзается, там, пузырьки пускает, а почему она не ведет какие-то идеи свежие народу не дает? Ну, не видно ее, не слышно. Извините, можно уточнить, что вы подразумеваете под интеллигенцией? Ну, это люди, которые, художники, скажем так... Окей, я понял. Потому что, я думаю, что это очень интересный вопрос, творческая, вот это творческая. Но я, как бы, вот, ну, я до сих пор помаленьку могу отойти от тех лет, которые я пытался, ну, как бы, концентрировать свои мысли про это государство в фильме 4 мая, ну, республики 4 мая, я все-таки сейчас придерживаюсь больше слова элита. И я понимаю сам, что это звучит как бы с негативным аспектом. Ну, да, потому что мы привыкли, политическая элита это не всегда хорошее. Да. Но, в принципе, элиты должны тоже быть какими-то флагманами. И тогда вот именно творческая интеллигенция может быть оппозицией. И тогда вот этот принцип, ну, я на русском не знаю, ну, свару или принцип баланса, ну, как-то... Вот он как-то... Соблюдается. Соблюдается больше. Конечно, есть у нас организации, конечно, есть предпринимательские организации, но все-таки они, ну, работают, ну, на свои, ну, сугубо, ну, коммерческие вопросы, которые у них актуальны. Есть у нас, скажем, что с моим русским? Зинатные какие? Ученые. Ученые. Которые, в принципе, совершенно другого склада ума, нежели там музыканты. Их не чувствуется. И очень долго, годами не чувствуется. Я думаю, что вот это... Ну, такие элиты тоже нет. И исходя из этого, возвращаясь к вопросу, что я думаю про них, я думаю, что творческой интеллигенции... Я все время вспоминаю Нору Икстену, которая была у меня в студии, когда поступали в третьем еще году, до референдума, и которая заняла позицию евроскептика, я думаю, больше, ну, такую относительную евроскептическую, говоря про то, как мы жить дальше будем. И она очень, по-моему, точно сказала, что риск в отношении культуры, что мы будем жить в структуре проектов. В культуре будет проект, проект, проект. И, в принципе, на это, ну, дошло до покатила. Потому что очень много художников, очень много музыкальных, ну, разных и серьезных, несерьезных музыкальных проектов. Да, это все какие-то проекты из каких-то или европейских, или никаких денег. И там уже элитов точно в негативном смысле слова. То есть они, но они не сами по себе, вот, они не такие независимые, как, скажем, некоторые люди сейчас в Америке, которые могут свободно сказать, я в эту инаугурацию идти не буду, играть там не буду. И вообще меня там не будет, да. В Латвии таких, чтобы не пойти в инаугурацию. Если позвали, да. Я, скажем так, я не буду называть этого человека, но, ну, нет смысла просто, но я помню. И, может быть, некоторые поймут, о ком я говорю. Когда инаугурация Затлерса была. Инаугурация была в Юлгаве. И человек-музыкант мне говорит, за столом уже, оба подвыпавшие, да. Он говорит, блин, вот почему в моем городе вот такое вот происходит. И мне так не нравится все, как это было. Я говорю, вот ты публичное лицо, но выйди, вот скажи это, свободно. Ну, как я потом буду, что мне, как мне. Я думаю, что ответ, ответ, очень хороший вопрос, но я думаю, что такой внутренней, внутренней свободы в этом слое очень мало. Потому я бы смотрел больше на другие группы и надеялся на другие группы. На принимательские, на ученые, да, скорее всего. На студентов. Все время говорю, что студенты самые свободные всегда были и будут. Тут, может быть, ну, скажем, ну, такие, ну, тоже вот у нас некоторые адвокаты, скажем, испортили имидж адвокатуры. Увы. А, в принципе, если смотреть больше века назад, начиная с Чаксты и продолжая с несколькими, ну, в принципе, людьми адмоды тогдашней, они были адвокатами и общественными деятелями. Которые, и они были, в принципе, интеллигенцией, они прошли очень хорошие школы в Москве, в Петербурге, да, и они, в принципе, были общественными лидерами в той же самой Елгаве. Вот такие. Мы сейчас примем звонок, и у нас отвечать будем уже после, да, перерыв. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Очень приятно слышать человека, которого знаешь, которого давно не видел и не слышал. Так что спасибо за эту встречу. У меня довольно конкретный вопрос. Конечно, великолепно было это по Нигерике, на упокой души интеллигенции Латвии. Но сейчас у нас в Латвии большое радостное событие. Приезжают американские ребята помогать нам отстаивать нашу независимость. Поднимается вопрос экстерриториальности этих солдат на территории Латвии. Я в этом плане хотел бы спросить человека, которого я действительно уважаю, как он соотносит эту экстерриториальность с той клятвой, которую депутаты дают, принимая на себя обязанности депутатов Сейма, где что-то говорится об укреплении суверенитета. Спасибо вам и удачного дня. Спасибо. Ну, мы, наверное, ответим на вопрос уже после. Ну, ответим уже после новостей. Сейчас у нас небольшой выпуск новостей. Мы продолжаем. У нас в студии журналист Янис Домбрус. Представление не нуждается. Его все знают. Наши радиослушатели напоминают телефонные прямого эфира. 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9-6-7-213-9. Также в видеочате вы можете задавать свои вопросы. Mixnews.lv. Пишите, задавайте вопросы. Один вопрос есть, но мы дадим нашему гостю ответить на заданные в первой части программы вопросы ему. Да. Вопрос хороший. Действительно. В отношении сил, ну, назовем так, сил НАТО и суверенитета. Я, пока была пауза, пытался вспомнить детали. Потому что 2, ну, где-то 2,5 года, когда эта вся эпопея начиналась в отношении, ну, не начиналась, а, скажем, была первая версия в отношении иностранных или, ну, натовских, все равно какой страны войск или интернациональных. И я был, я делал передачу на ЛНТ. Я изучал этот вопрос, ну, чисто юридически. И дошел до того, что, ну, ну, скажем, юридически, ну, сказать, вот там, ну, были несколько оппозиционеров, которые пытались это поднять юридически. Юридически, я думаю, что очень неоднозначно. И даже более я сторонник все-таки того, что это не, если этот статус зафиксирован, что это не, ну, не противоречит суверенитету, если юридически. Конечно, я думаю, что мы понимаем, что это вопрос не только юридический, но и моральный, или общественный, или, назовем это, ну, как мы хотим. Я думаю, что опять вот вопрос в том, вот, ну, место пусто не бывает. Почему, ну, по сравнению, почему в политике появился Артус Каминдж? Потому что место было пустое. Кстати, вот новое лицо. Ну, это уже не новое, ну, это же не новое. Ну, это уже две сезоны роль отыграло, это же, давайте, или новую роль, или что-то другое. Но, в принципе, место было пустое. И не место Каминдж, а, в принципе, место как таковое. Я думаю, что тут опять вопрос. Если латвийское общество и латвийские власти обе, ну, как бы публично, ну, свое самосознание, ну, поставит вот на какой-то очень нормальный, я бы не сказал высокий, нормальный уровень по отношению того, на каких условиях, почему публично, открыто мы разрешаем тут быть солдатом таких армий, я тут не вижу такого, ну, ничего криминального. Потому что так же можем сказать, что у нас оккупируют западные или восточные инвесторы, да? В принципе, они тоже, ну, против каких-то интересов. Но вопрос, я думаю, что очень вот такой, ну, я думаю, что сами явные примеры для простого мышления, это примеры, когда эти побои или драки между гражданами или не гражданами, но латвийцами и между солдатами, и как реагируют латвийские власти в отношении и внутренней, и внешней в отношении этих стран. Я думаю, что реагируют недостаточно жестко или недостаточно защищая наших, да, наших людей. И вот я думаю, что в этом случае я вижу, что проблема суверенитета в этих головах, а не в этих солдатах. Ясно. Если можно, я очень быстро зачитаю вопрос у нас. Так, кому принадлежит сайт ТВН? Нет, почему на латышской версии для латышской аудитории одни темы, а на русской версии совершенно другое. Другие. Такое выдернутое из фактов вранье идет полное запланирование разобщения общества. И, ну, короче говоря, идея в том, что разные материалы на портале подаются на разное. Вранье-то на латышском и на русском. А вот тут вот это не написано. Вот это интересно. Вот это интересно. Подождите, я полностью прочитаю. Такое выдернутое из фактов вранье идет полное запланирование разобщения общества. Запущена программа троллей, уничтожение русскоязычных, значит, латышских. Это просто ужас. Блокирует неудобных. Нарушается сотая статья Конституции. Нет, ну, опять-таки, вопрос и в контексте того, что происходит сейчас в Америке, потому что я думаю, что мы должны смотреть, как развиваются отношения между Трампом и, скажем, с ИННом, не для того, как у них отношения, но, в принципе, чтобы думать, как нам строить свои отношения. И как можно обернуться отношения и где какие принципы. Я вчера не мог нормально пойти спать, просто, ну, было интересно смотреть, как СНН реагирует на то, что сказал Трамп. И, ну, реально было интересно. В отношении ТВН, это кому принадлежит, ну, публично много там прописали, какие эстонцы или проэстонцы или псевдоэстонцы, и кто за кем стоит и, может быть, стоит. Ну, я не скажу сейчас точную версию об, как в банках это, потес, алла бумагу вейс, да? Даже на русском даже в это затрудняется, да? Ну, и потенциальный прибыль там. И, ну, скажем, кто номинальные истинные владельцы. Но, несмотря на... Но, конечно, это важный вопрос о владельцах и в отношении русских и латышских СМИ. Да, я думаю, что даже это очень в точку вопрос, если смотреть, ну, пошире, в Латвии, в принципе, если так посмотреть, ни один собственник средства массовой информации не выступает публично как собственных, как издатель, ну, как лицо, который говорит, вот, почему я делаю так или не так. Который определяет политику, как бы. Который, вот, который сказал бы, вот, моя компетенция до этих дверей, а дальше компетенции редактора, директора и так далее, и так далее. Конечно, политику он не может до журналиста, он не должен, да? Но он должен сказать, что он не должен, да? Это важно. Я думаю, что это, скажем так, аудитория должна спрашивать своих СМИ, любая аудитория любого СМИ, чтобы это публично было больше сказано. А в отношении ТВН, я думаю, что это... Та болезнь, которую я вспоминаю, что я читал про Вашингтон-Полст, когда Вашингтон-Полст купили, как банк, ну, обанкротившуюся почти уже газетку в 30-е годы, та же самая семья, которая дожила до Уотергейта и дальше, и дальше. То этот новый владелец, который был олигархом, в принципе, в те времена, он очень четко и публично заявил свои принципы, в число которых был пункт, что мы не работаем не только... мы не публикуем не только то, что важно для нашей аудитории, а то, что важно для всего общества. И вот этот важный пункт для ТВН, это и многих латышских и нелатышских СМИ. Они работают на свою аудиторию. И русские тоже самое. Они отрабатывают то, что аудитория хочет слышать, видеть, читать. Я думаю, что Радио Балкома один из немногих, который идет против течения какой-то части своей, скажем, аудитории, которая говорит и живет русским языком. А ТВН, наверное, там нужно разбирать конкретные случаи, но ТВН, наверное, тоже идет в этом русле. Так, у нас Ванкеп. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Я, прежде всего, хотел бы присоединиться к оценкам, которые ведущие выразили и которые звонившие выразили ваши. Дай вам Бог здоровья. А теперь я бы хотел сказать, вы упомянули вот сейчас, когда говорили слово «интеллигенция». Так вот, такого слова в других языках, в общем-то, нет, как в русском сказанном. Почему? Потому что это слово в 19 веке ввел в обиход журналист, издатель, там, Петр Дмитриевич Бабарыкин, и сформулировал он так. И вот это вот слово, значит, интеллигенция, интеллигентные лица высокой умственной и этической культуры, а не работники умственного труда. И вот у нас, к сожалению, с этой интеллигенцией, если она и есть в Латвии, то ее так мало, что она не влияет ни на какие события. И хочу вам привести пример. Вот Бендекс есть такой, господин Бендекс, Мартинш Бендекс. 27-го числа в утренней передаче, вот в ваше время, знаете, что он сказал? Вот по поводу погибшего хора, этого российского хора. Александрова. Да, Александрова. Да, да, да. И он возьми и сказал, что типа, вот, ну, я по смыслу, я не могу процитировать, а смысл был такой, что так им и надо, они в Сирии детей убивают, так им и надо, что они погибли. Это интеллигент, а у нас он в записных интеллигентах, он дает какие-то оценки, где-то что-то печатается, где-то что-то говорит. Вот такая вот, вот когда такие люди записываются в интеллигенции, так в нашей стране и есть. Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, всегда говорили о том, что интеллигент – это не образованный человек, да, это совершенно другой комплекс понятий, включая там нравственных, этических и все остальное. Ну, и закончив ВУЗ, нельзя себя автоматически лечить к интеллигентам. Я просто тогда как раз был в эфире, и господин не обменил конкретно хор, что они убивали детей. Он просто сказал, что вот российское армия, они вот там убивали детей в Сирии, и как бы и хор относится к российской армии. Ну, все равно, напомню, это, конечно, тут надо было продать. Я согласен, что вы говорите, но нельзя быть интеллигентной сволочью. Ну, просто говоря. Это да. Я говорю, там же комплексы этические, да, нравственных. Поэтому тут нельзя не согласиться, но это скорее как комментарий, наверное. Хочу у вас, сколько я вас спросил, мы говорили там про Эстонию. Вот в Эстонии в последнее время такой тренд, она выступает каким-то раздражающим фактором. Все, нам стали ставить пример Эстонии. У них там зарплаты выше, налоги прозрачные, их СГД вид, работает лучше или прочее. Почему вы так, возможности там были равные же изначально? Нет, ну, во-первых, я думаю, что объективно есть причины, объективные причины ставить примеры Эстонии. Я этот вопрос задавал часто эстонцам, не эстонцам. Краткий ответ, меньше воровали. Немножко больше были, как бы, ну, больше думали о вещах, больше думали о государстве, больше были открытыми. И так, шаг за шагом, все-таки оторвались, но будем реально, они оторвались. Я согласен, что исходные позиции в начале 90-х были очень-очень похожи. Просто я вот был год в Эстонии, слышал речь эстонского президента и интервью с ней на тамошнем русском телеканале. Он сказал, что у нас в Эстонии есть такая особенность, наша фишка, у нас совершенно будет все интернет, электронное государство. У нас все, вообще не будет никакого бумажного оборота, все только через интернет. И если какой-то процесс у нас должен начаться, там, типа вот получение каких-то льгот и прочее, это не нужно подавать, не будет никаких заявлений, все начнется само собой автоматически. Это, говорит, наша фишка, у нас все будет только вот через интернет. Нет, но это, я думаю, что фактор прорыва, потому что если вникать поконкретнее, то, конечно, много никогда не будет в интернете, и это все блеф. Но вот сказать это, это тоже нужно, да, амбиции, чтобы сказать, это тоже нужны. Я думаю, что все изначально начиналось, и реформы начинались с правительством Лаара, по-моему, это был 92-й год, потому что пришло новое правительство, там не было бывших коммунистов, это был самый молодой, первый раз самый молодой премьер в Европе, сейчас был второй раз уже. И просто там был другой, по-русски говоря, драйв другой, другая сила. С другой стороны, конечно, ну, трудно сказать, может быть, и то, что они очень во многих аспектах копировали Финляндию. С одной стороны, это помогает, с другой стороны, посмотрим, может быть, это и не поможет. Добрый славу-то вопрос, в чем же наша Нокия, условно говоря? Вот они нашли свою эстонцию, а наша в чем? Ну, я так не смотрю, что вот должна быть именно одна Нокия, я так не смотрю, я смотрю, что это все-таки комплекс вопросов, если у нас будет очень много продвинутых фермеров, очень, очень, относительно много, относительно много программистов, хотя бы и не такого суперсторий, которые Нокия, но с другой стороны, микро-тиклс, да, с господином Рикстенчем во главе и с американцем, и его партнером, в принципе, в мировом масштабе, это уже Нокия, если так смотреть, только не настолько, ну, интеллектуально, не настолько новый продукт. Если у нас в Латвии будет еще в несколько отраслях, ну, конкурентоспособные фирмы и лидеры, я думаю, даже это лучше, чем одна Нокия, потому что мы видели, что произошло с финами после одной Нокии только. Так, у нас вопрос на нашем блоге, если новый президент Америки и президент России кардинально поменяют вектор отношений в плюс, то как быстро поменяют наши латвийские политиканы, ну, как бы, свое видение всей этой ситуации? Ну, до вечера можно про это говорить, как быстро, как медленно, как плюс, как минус. Нет, ну, я думаю, что уже меняется все, ну, уже меняется, но где плюс, где минус, я думаю, что никто не знает. Так, у нас звонок еще. Здравствуйте. Да, выпустили. Тогда вот хотелось бы, может быть, все-таки... Нет, не хотелось бы. Примем звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. А вот уже не первый человек приходит в этом месяце на радиоболтком и говорит про Эстонию, и говорит, что в Эстонии меньше воровали. Вот было буквально неделю назад, если я не ошибаюсь, Данс Бартулис, если я правильно произнес его имя и фамилию. Он знает правородства много, да, лично. Да, лично знает, да. И он рассказал про Эстонию, все в передаче, все понятно, как устроено наше, их государство. И он говорил, кто ворует, вы говорите, кто ворует. А конкретно вы можете сказать, кто воровал, кто делал? Мы можем вот открыто, вы как журналист, сказать вот это, 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 отдать это огласки. Может, мы как-то можем, ну, хоть кого-то наказать, и другим будет неповадно воровать. И взять в пример мы можем, ну, равняться же надо на лучших, а не на худших, да. И взять в пример в Эстонию, он говорит, элементарно, копипест, взял и здоровье, да, вот купить у них. Третий раз купить, сделать копипест, и все будет хорошо. Ну, вот уже с ездоровьем мы разобрались, да. А не надо опять придумывать другой велосипед. Вот вопрос, да, вот конкретно, фамилии есть, кто воровал, вот, как журналист, скажите нам, да. Хорошо, спасибо. Фамилия, спасибо. Фамилия есть. Только есть два понятия. Воровство как юридические понятия, и, ну, волоснозакшин, state capture, который в конце 90-х сформулировал Мировой банк, который понятия шире, и который понятия не криминального, а, ну, вот, до нравов, до морали. Потому что в Латвии прихватизация был процессом законного воровства. И я до сих пор, я очень много раз повторяюсь, но ее, и буду повториться еще раз, если вам нужны фамилии, тоже долго, но начнем с двух лидеров, да. Если Лэмбергс во главе Венспилской группы и Счейлы во главе Авелата довел Венспилскую группу до статуса лидера в транзитном бизнесе в Балтийском регионе, если Счейлы Авелат не распродал бы на части, а довел до лидера, пищообрабатывающего, торгующего, ну, скажем, довел до такого уровня холдинга, который, ну, я не знаю, ну, сравнения, наверное, нету одного, но, в принципе, до сильного регионного холдинга, то, конечно, сказать, что, ну, только негативно это было, да, и частью воровства нельзя было. Если Парекс до конца дней своих знал бы, как, как мы помним этот слоган, но мы знаем, как, и стал бы супербанком хотя бы Восточной Европы, а не проблемой для Латвии, то было бы по-другому. Ну, ну, вот первые фамилии, но я думаю, что очень большая проблема, что под первыми фамилиями есть десятки, сотни следующих, и следующих, и следующих, и их очень-очень много. А в отношении Эстонии, то, что мне все время важно, ну, напоминать, законы пишутся для честных людей. Вот это один юрист мне на всю жизнь выучил. Мы можем перенять из Эстонии, из Америки, из Антарктиды суперсистемы, и в суперхороших системах могут произойти очень-очень плохие вещи, потому что сами системы все-таки не могут работать, все-таки в них работают люди. И вот тогда начинается вопрос, и тогда начинается вопрос, что Валс Нозахшена, ну, я не знаю, как на русском лучше сказать, ну, укража государства, она не состояла только из каких-то вот конкретных примеров, как за, ну, фиктивные или небольшие деньги, или за фиктивные договоры сделать какие-то для себя личные деньги. Это система, чтобы на это прикрывали глаза судьи, прокуроры, полиции, другие учреждения, и просто прикрывали глаза, чтобы не было зубов столь острых у средств массовой информации и так далее, и так далее. Это система, и я думаю, что вопрос очень серьезный. В очень серьезный. Мы никуда дальше от этого не ушли, и несколькими фамилиями, думаю, что мы тут не видим из проблем. Вот вы об этом сейчас говорите в своем фильме. Да. А где, кстати, сейчас можно посмотреть его? На данный момент я даже не знаю, в имя работает этот просмотр, возможно, с просмотра или нет. Нет, но я не могу гарантировать, что его можно посмотреть в имя, но я обязуюсь публично, обязуюсь дойти до того, что все-таки DVD будет. Движа. Да. К сожалению, наше время истекло. Хотелось бы немножко, конечно, поговорить о том, насколько глубок ваш оптимизм в отношении нашей перспективы, но я думаю, вы сейчас скажете, что это тоже не на день, а даже на два темы беседы. Так что давайте оставим на потом еще, до следующих встреч. Приходите к нам еще, пожалуйста. Да, приходите к нам еще. Спасибо всем за внимание. До свидания. Да, у нас в студии был журналист Янис Думбурс. Продолжение следует...